Наша съемочная группа сегодня также побывала в госпитале МВД, куда доставляют раненых сотрудников правоохранительных органов. Больше всего травм сегодня это огнестрельное ранение. Репортаж Валерии Микульской. Привозят, оформляют, оперируют, проведывают. Уже несколько дней центральный госпиталь МВД похож на пчелиный улей. Жители ближайших многоэтажек с раннего утра наблюдают за беготнёй и курсированием скорых на территории больницы. Очень много. Постоянно с самого утра вот эти машины возят, да? За последние 12 часов еще полсотни новых пациентов и еще одна смерть. 20-летнего солдата просто не успели довести до операционной. Понад 30 хворых. Это хворые, которые получили огнепальные ранения. Больше 20 наших пациентов, из этих 53, это пациенты, которые поступили к нам в тяжелом состоянии. Пять из них были в край тяжелом состоянии. И лекарств и рабочих рук пока хватает. Палаты быстро заполняются, но причин для паники, говорят, пока нет. В госпитале имеются резервные этажи. Да и пациенты, которые уже могут передвигаться и идут на поправку, сами просят о выписке, чтобы не занимать койки. Все шесть операционных госпиталя работают в полную мощность. Практически круглосуточно. Перерывы здесь делают только на санитарную обработку. Врачи не скрывают усталости. С прошлой ночи сделали около полусотни операций. Из них 15 сложнейших. Первые сутки они проведут в реанимации. Этого офицера внутренних войск привезли как раз в половине девятого. Сразу после утреннего обострения на Майдане. Врачи, говорят, попали в артерию. Боец потерял 2 литра крови. Полное ранение вены плечевой и частичное ранение плечевой артерии. Обильное кровотечение, геморрагический шок. Он полчаса назад приехал из операционной, еще не проснулся. Пришедшие в себя прокручивают случившееся в голове и пытаются вспомнить, что произошло. Просто стояли, почувствовал сильный удар в живот и больше ничего. Скорее всего, что снайпер, потому что там еще видимость плохая. Там уже задумление было. Стрелянные раны брюшной полости, органов таза, раздробленные пулями руки и ноги. Это 95% случаев. То, что извлекают при свете операционных ламп, уже можно коллекционировать, говорит главный хирург. Пуля обычный пистолет Макарова. Пуля пластиковая с металлической насадкой. И пуля охотничьи. Осколки различного характера. Вот такие вот неизвестные предметы. То есть это взрывные какие-то устройства, бомбы. К вечеру в главке МВД подсчитывают потери. За два последних дня в столкновениях пострадало более полутысячи силовиков. Из них 400 сейчас под присмотром врачей. 13 не смогли спасти. Валерия Микульская, Андрей Кузнецов. Новости, телеканал Интер.